Всем привет! Сегодня с утра мы с мамой поехали на рынок за продуктами. Снова на велосипедах. Мне нравится на велосипеде ездить. Быстро, удобно. С ветерком, как такая небольшая прогулочка. Ветер сегодня, правда, пока не такой сильный, как вчера, поэтому, в принципе, тепло. Но тепла еще не хватает, вот видите, чтоб все начало пышить. Ну, начинает, начинает, конечно. Субтитры делал DimaTorzok В самом поселке ветра нет такого, потому что все близко, дома близко. А там у нас мы прям ехали. Моя шевелюра аж развивалась на ветру. Велосипеды поставили около ДК. Идем на ярмарку. Нормально сегодня. Народу все приехали. Сейчас сначала сладкое купим. Конфеты хочу. Ирисок-то нет, да? А ирисок нет, да, сегодня? Я конфеты сейчас вообще не знаю. Видишь, что? Я куплю, что я куплю. Так, куда что купим? Ты не знаю. Видишь, что дорогие сейчас, видишь конфеты там. Иди, куплю. Ну, кто, может, в Синон там мужчина-то торгует? Ну, да. Может, что-то за разница. Ну, посмотрим сейчас. Пряники, знаешь, потом на обратном пути. Ну, пряники можно будет, да. Ладно, сейчас сразу куплю пряники. Давай. Она сейчас была еще на больнице. А сейчас будет. Прямо ты тут понимаешь, да? Уходь. Не надо. Уходь. Уходь. Уходи. Продолжение следует... 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 Удачная работа. Как раз в самый момент, в рядочках стоят. В одну руку тяпочку взял, в другую на разные. Как на барабане. Такие грампы интересные. Интересные такие, да? Ну ладно, вам хороших покупателей, побольше. На ярмарках люди разговорчивые. А что, с одной стороны правильно, если хочется поговорить, то почему не поболтать? Мне понравилось, что рассказали всё. Да, вообще, хорошие пальцы. Ну просто я так удивлена, что вот такие вещи делают. Ну сами-то, что это ж круто. Сам сделал, продал, вообще здорово. Вот, сейчас мы поедем домой. Давай круто. Пор queda. Пор. Пор. Пороч. Пороч. О, кстати, вот на дверях весят объявления о том, что кто-то требуется. Сейчас подойду, покажу. Вот, например, срочно требуется бригадир виноградарских бригад, трактористы виноградари, Голубицкая. И вот еще тоже требуется эксклюзивный торговый представитель на территории Таманского района, Южная соковая компания. Что-то за Южная соковая компания такая. Даже не знаю, где она находится. Ветер, конечно, все равно очень сильный. Но сегодня все равно можно в огороде поработать. Ветер не такой холодный, в принципе. Ветер не знаю, вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еле как сейчас колеса крутила на велосипеде Наши тявки тоже лают Наша охрана нас встречает Ну-ка, ну-ка, нельзя, на улицу нельзя Нельзя на улицу выходить Ну-ка, 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 ну-ка Ну малышу самое главное, который любит выбегать Нельзя, нельзя Уже переоделась после рынка Сейчас буду заниматься снова прудом, копать его. Ну, погода хорошая, очень тёплая. Даже хочу показать вам, сколько тут градусов у нас сегодня. Самый тёплый день за последние дни. Плюс 16 у нас. Вот это класс. Ну, ветерок, да, он как бы сильный, но тёплый. Земля подсохла. Как вы помните, в прошлый раз я докопала до такого, до глины. Глина была сырая, сейчас она подсохла, и всё такое, как камень. Мне кажется, в принципе, наверное, даже проще будет копать, то, что она будет не сырой. Ну, вот масштабы вы видите сами. Неплохо, по-моему. Папа такой вчера подходит, говорит, я посмотрел в интернете, это ж сколько нужно будет плёнки покупать. Это ж нужно специальной какой-то плёнкой обкладывать. Я говорю, да, а ты как думал? Пруд — это не дешёвое удовольствие. Он говорит, ну, у меня есть там какой-то материал, может быть, не придётся покупать. Я говорю, ну, смотри, главное, чтобы корни не прорвали эту плёнку, чтобы крот не прорезал. В общем, пусть читает, ищет информацию, как это что надо будет делать, потому что моя сейчас задача — это просто выкопать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» По-по-па-па-па-па-па-па... Субтитры подогнал «Симон» Я думаю, на этом пруд всё. Вот это я выкопала Ямину. Раскопки закончились? Раскопки, да, но ещё нужно главному археологу показать, чтобы он одобрил. Сказал, может, что-то надо будет подправить. Да, скажет, может быть, что-то не то, не получится сдать проект. Главный археолог сказал, что мало, что надо мне ещё ровно столько же, что ещё слишком неглубоко, что я должна здесь вот так вот, оказывается, вот такая яма должна быть. Я-то думала, этого достаточно, но нет. Мы делаем японский сад, чтобы у нас там карпы плавали, рыбки разные, фонтанчики у нас тут будет, сакура будет посажена. Хотя вот две сакуры у нас стоят. Сакура это японская вишня. Там бонсай тысячелетний высадим. Вот у нас тут японский сад. Ну вот, поэтому продолжаю копать, укапываться. А я-то думала, этого достаточно будет для того, чтобы создать просто пруд. А, видимо, недостаточно. Тут я должна была, оказывается, вскопать, как экскаватор, чтобы вот сразу, хоп, и трёхметровая глубина. У нас, видимо, пруд будет не только для разведения рыбок, но и для плавания. И чтобы можно было прыгать с краю, сразу на глубину, как в бассейне. А чё так? В бассейнах есть как раз такие тумбочки, в которых прыгают. Вот, в папином воображении, видимо, такой должен быть пруд. Если бы не помощь мамы в перетаскивании вот этих тележек, это всё бы, конечно, ещё дольше было бы, потому что тяжело таскать. Вот. Есть такое ощущение, что я вот это вот всё выкопала, и будто бы я здесь уже обновила почву для всего огорода, будто бы у нас тут такой чернозём везде лежит. Такая прям как будто земля хорошая. У нас тут сразу куча новых грядок появилась, потому что мы решили, что верхний слой нужно использовать для грядок. Он как бы более плодородный, поэтому мама параллельно тому, как я копаю, она ещё там что-то садит, сажает на новые грядки. Поэтому у нас не только идёт сейчас проектировка и выкапывание пруда, но и засаживание огорода новыми культурами. Хочу объяснить, почему мне кажется, что вот этого вполне достаточно. Когда я сижу внизу и копаю, мне это кажется весьма огромной ямой. Возможно, что когда ты смотришь сверху вниз, это не кажется таким большим. Но на самом деле оно вот как бы такое. Опять самолёты летят. Над посёлком самолёт, вон, вам видела, да? Низко? Низко? Низко ведь, да. Вот когда я вот так вот здесь сижу, мне кажется, что как бы я смотрю на всё снизу вверх. А когда сверху человек смотрит, наверное, ему кажется, что здесь в принципе не так уж и глубоко. Вот как бы сами зацените, как вы считаете, этого достаточно для того, чтобы создать пруд? Или мне ещё нужно копать? Потому что мне кажется, что этого вот так вот уже достаточно. Папа сказал, надо вот по горло, чтобы было яма. А сейчас только вот, я не знаю, по колено он считает. Ну, чуть выше колена. Ой, ой, ой. Собаки тут. Ой, не надо ко мне лезть. В общем. Такая вот яма у меня уже получилась. На четвёртый день моей работы. Это только четвёртый день. И то, как бы я в первые дни не целый день копала. Там несколько часов. А вот в третий, четвёртый день самые такие крупномасштабные в плане раскопок. Вот. Ну, судите, я вот сижу, и по факту, мне кажется, вот я сидя, так у меня по голову. Наверное. Почти по голову. У меня такое тоже ощущение. А если я лягу, у меня вообще не видно будет. Вот, всё. Я устала, мама устала. С раскопками на сегодня достаточно, думаю. Будем завершать работы. Всё. Да она вообще из-под тяжка подошла. Меня там в ухо хотела поцеловать. Всё, прыгнешь ко мне, что ли? Ну, не, уж там сиди. Сись, сиди. В общем, всем спасибо за просмотр этого видео. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Как вы думаете, этого достаточно для создания пруда? Ну, ладно, пруда с рыбками. Или надо ещё копать. Стали бы вы, тоже напишите, копать пруд в своём саду. И, может быть, у вас уже есть пруд в своём саду. Поделитесь какими-то секретами. Скажите, может быть, я что-то неправильно копаю. Может быть, ну, жопой встала. Вот надо вот так вставать. Вот, камерин, у тебя люди смотрят. А то стала попкой своей, штанами своими. Вообще, напишите в комментариях всё, что вы думаете по поводу нашей идеи. Дайте какие-то советы и рекомендации. Вот, потому что наш пруд в процессе создания. Вот, пишите. Пока.